Андрей Кочелян и Никита Карцев побывали в Ахе в рамках подготовки проекта, посвященного 125-летию поездки Чехова на Сахалин. Северный городок стал одним из десятка населенных пунктов острова, где авторы берут интервью уста жителей. Огромное количество людей очень дорог Сахалин. Я могу себе причислить к их числу, хотя здесь на острове всего третий раз. До этого я оба раза работал как журналист, как кинобозреватель газеты «Московский комсомоль» и сюда приезжал на кинофестиваль «Край света». И если первый раз я еще был такой немножко ошарашен, просто самим фактом, что можно 8 часов лететь над Россией, она не закончится. Пролететь тут вообще какие-то совершенно другие обстоятельства. Уже второй раз, когда я здесь побывал, я понял, что надо что-то делать, обязательно как-то принимать какие-то попытки, чтобы показать этот остров в большом количестве людей. Когда я с этой идеей обращался к генеральному директору кинофестиваля «Край света» Денису Яншину, который, собственно, от Сахалина, так и к генеральному художественному продюсеру фестиваля «Край света» Алексею Грановичу, который организует это дело из Москвы. В общем, мы все, и не только мы втроем, а еще огромное количество людей, все сходились на мнение, что нужно что-то сделать, чтобы осталось на Сахалине, для Сахалина, и для того, чтобы рассказать об этом острове. И когда мы очень долго обсуждали разное количество идей, пришли к общему знаменателю, что вот можно было бы начать с такого музейного проекта, посвятить все это 125-летию приезда Чехова на Сахалин. И все это должно разместиться в виде мультимедийной инсталляции в музее книги имени Чехова в Южно-Сахалинске. Выставка будет представлять собой некую инсталляцию из фоторабот, текстовых блоков и видео, где 100 сахалинцев расскажут о своей жизни, любви или, напротив, нелюбви к своей малой родине. Там будут и молодые, и пожилые, и активно работающие, и люди с севера, и с юга, и с центра, всех профессий. Мы посвятили последние две недели безвылазно, а последние несколько дней мы действительно по три места в день, по 500 километров. Все сурово, как это должно быть. Стараемся, надеемся, что получится интересно. Это должно быть интересно не нам, нам-то и так все интересно, а в первую очередь самим жителям Сахалина, потому что, еще раз повторяю, эта выставка останется на острове, это для вас. Никита Карцев пишет о кино. Андрей Кочелян занимается профессионально видео и фотографией. На Сахалине он впервые. Я очень впечатлен островом, но и, конечно, было очень интересное продвижение с юга на север. Мы ехали с водителем на машине от Южно-Сахалинска до Эхи доехали, и все очень сильно меняется. И ландшафт, и инфраструктура, какой-то культурный срез, пласт тоже. То есть все очень, конечно, остров очень неоднороден. Мне сейчас ничего не приходит в голову, но, в принципе, мне здесь очень интересно. Ну, собственно, я, как бы, ну, такой, ну, режиссер, да, у меня есть две какие-то короткометражки, я занимаюсь видеоартом. И, ну, я думаю, что я, наверное, еще вернусь на Сахалин и тоже здесь что-нибудь сниму, потому что, как бы, уже есть, как-то набирается много какой-то интересной фактуры, интересных эпизодов, интересных персонажей, которые встретились вот нам на пути. И мне бы, конечно, хотелось здесь еще тоже поработать. По времени готовый проект будет длиться примерно часов в пять. Эта своеобразная история острова в лицах останется на Сахалине. А увидеть ее в ближайшее время можно будет во время проведения кинофестиваля «Край света» в Южно-Сахалинске.